Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня хочу с вами поговорить о наболевшем, а точнее о своем непокорном анцидиуме Sweet Sugar. Это очень распространенная орхидея, с замечательным цветением, нежными желтыми цветочками. И почему непокорный, потому что я в совершенном замешательстве, как заставить его наконец зацвести. И сейчас буду подробно с самого начала о нем рассказывать. Появился он у меня осенью 2017 года, уже скоро год, где-то в октябре, наверное, может быть в ноябре. Небольшим растением, без корней, естественно, как часто случается. И я потом скину ссылочку в описании на первое видео, где я его показывала. Он стоял в стаканчике без грунта, я его замачиванием поливала на ночь. И так провоцировало рост корневой системы. Что я могу сказать по поводу его развития? Он замечательно вырос, увеличился раза в три, наверное, нарастил корневую систему. И, в принципе, выглядит совершенно здоровым. Но, несмотря на то, что огромные, красивые, налитые бульбы растут у него, он ни разу так и не попытался цвести. И я решила, что я за ним неправильно ухаживаю. Возможно, есть какой-то секретик, типа просушек между поливами. И, может быть, ему надо какие-то было делать, не знаю, периоды покоя и прочие вещи. Но я не думала, что он настолько заморочен. Поэтому решила видео снять. Я думаю, что вы мне, те, кто в теме, сможете что-то подсказать по этому поводу. Иначе мне не хотелось бы растить просто зелень, некрасивые псевдобульбы. Естественно, мы орхидеи выращиваем ради того, чтобы они у нас рано или поздно зацвели. Растет он сейчас в амхе. И недавно я добавила слой керамзита, подсыпала на одно горшочко, чтобы приподнять растение. В амхе он практически изначально рос. То есть, когда появились первые корешки без грунта в стаканчике, я его посадила в мох, потом горшочек увеличивала. В общем, так он и растет у меня в последнее время. У меня есть такие догадки, что мох для него слишком комфортный субстрат. Такое тоже бывает. Он долго держит влагу. А есть такая вероятность, что ему нужны просушки. Тогда надо его пересаживать в бедный субстрат, который быстро просыхает, для того, чтобы он какое-то время стоял сухим. В амхе поддерживается равномерная влажность. И, возможно, ему слишком комфортно. Он жирует и не собирается даже в мыслях у него не цвести. Постоянно появляются новые росты. Вот в этой части горшочка тоже можно посмотреть очередной новый рост. Вот выросла эта псевдобульба. До нее вот эта огромная псевдобульба. И никто не собирается цвести. Листья хорошие. Недавно он тут на солнышко у меня подгорел. Он растет на балконе. И я сейчас хочу достать его из горшка. Уже настроено на пересадку. Думаю, что надо что-то менять в посадке. Иначе он у меня так и будет разрастаться до нескончаемых размеров. Достала из горшочка. Вот тут мы можем заметить, что есть корешки. Сейчас буду пытаться все это как-то разобрать, чтобы вы могли наблюдать за процессом. Практикую съемки со штативом. Мох влажный, потому что растение недавно поливалось. Вот тут вот одна бульбочка испортилась. Такое случается. Маленькая старая псевдобульба. Она вот уже совершенно пустая. Мне так нравился этот инцидиум. Когда я его нашла в магазине без корешков, замученный. По-моему, у него там еще какие-то вредители были. Клещ. Что-то еще. Я с таким воодушевлением начала за ним ухаживать. Нацелилась на то, чтобы обязательно нарастить ему нормальную корневую на новых ростах. Там у него и на старых какие-то корешки активировались изначально. То есть он, в принципе, очень неплохо отреагировал на мой уход. И я вот прям ждала, ждала с воодушевлением, когда же вдруг появятся его замечательные цветы. Есть корешки. Вы можете посмотреть. И здесь. То есть тут уже плотный ком корней. Я, наверное, сейчас прервусь. Попытаюсь по максимуму мох обобрать. Не знаю, как это у меня получится. Потому что это на видео получится очень долго, за своему много времени. Видите, я не могу легко убрать мох, потому что везде корни. И хотелось бы их повреждать. Но я на него злюсь уже. Уже злюсь, потому что надо выполнять все свои обязательства. Не только расти, но и радовать хозяйку цветением. Я вернулась. В общем, вот так я более-менее убрала мох. Корни замечательные, все здоровые, прекрасно выглядят. Все, что темненькое, это остатки мха. Я не стану больше дербанить корневую систему. Как видите, здесь новые росты есть. И, в принципе, корневая система прекрасная. То, что там немножко мох остался, какие-то еще остатки грунта. Там камушки есть. Внутри. Вот. Может, еще что-нибудь немножко зацеплю. И буду сажать в бедный воздухопроницаемый субстрат. Я неоднократно уже о нем говорила. Бедный субстрат, в моем понимании, это что-то очень структурное. С большим содержанием перлита, керамзита. Присутствует там кора. Немного кокосовых чипсов добавляю для... Ну, в общем, для ассортимента, скажем. И, в принципе, меня они в смеси в грунте устраивают. Плюс еще некоторые частички сфагнума свежего в грунт вмешиваю. И, в общем, серамис, наверное, еще добавлю немного. То есть, будет что-то такое очень структурное. Субстрат будет дышать, но, несмотря на это, он будет достаточно мелким. Что весьма и весьма комфортно для симпадиальных орхидей. У них тоненькие корешки. И они хуже относятся к пустотам в грунте, чем фаленопсисы, например. Поэтому грунт лучше выбирать мелковатый. Вы можете сажать, в принципе, просто в чистую кору. И самое главное, чтобы она не была слишком крупной. Иначе эти корни пересыхают. В амхе замечательно, как всегда, выросли корешки. Я довольна. Единственное, что сейчас будем наказывать это растение, непокорное, просушками между поливом. И я надеюсь, что вы мне напишите комментарии, дадите какие-то дельные советы по поводу этого вида орхидеи. И как заставить его цвести. Кстати, я вспомнила сейчас, что когда-то, когда я его первый раз показывала в ролике своем, мне кто-то из подписчиков написал, что... Ну, а теперь осталось только дождаться его цветения или что-то. Осталось только заставить его зацвести. Эти слова были обоснованными, как я сейчас понимаю. Наверное, есть какой-то секретик. Я надеюсь, кто-то из вас, кто-то из моих подписчиков или опытных коллег обязательно мне подскажут. И я, наконец, заставлю это чудо цвести. На этом я, наверное, буду заканчивать свой ролик. Посадку не стоит показывать. Возможно, просто в следующем каком-то обзоре я покажу, что получилось. И хочу вам сказать спасибо за внимание. Как всегда, рада для вас снимать. Пишите. До новых встреч. Пока.